Сегодня будет два милого похода, один по Венге, второй, соответственно, по Индии. И начинает у нас Наташа Смургеск, который и на Велигах будет, как раз, было много переднее. Я сейчас заседаю. Пойдите, как-то. Всем привет! Привет! Мы были в августе в Теренеевских горах, в небольшом пешем походе. То есть это длилось около 10 дней, ну, 9, наверное, года. Вот. И я бы хотела рассказать немного о этом районе. Значит, для тех, кто, может быть, не в курсе, это путь. И Пиренеи – это горы, которые находятся на границе Испании и Франции. Вот. И вот на протяжении нашего маршрута мы запотели какой-то там большой кусочек. Ты постоянно, как бы, пересекаешь границу, перемещаясь туда-сюда, через перевал. Вот. Это большая часть, как со стороны Испании, так и со стороны Франции, заказники, заповедники. Поэтому там достаточно строгий режим, ну, в общем, всего. Девуака, передвижение, допустим, там нельзя на велосипедах вообще. Стоять тоже нежелательно. Ну, и по всем, как бы, горам есть, в Рифуджии, вот такие домики, как вы видите здесь. Но там, я бы сказала, не очень дешево и в летом особенно достаточно много желающих, поэтому может не хватить места и так далее. Но здесь при одном условии можно стоять в палатке. То есть это если вы находитесь где-то в середине парка и у вас, вы не можете за час дойти до его границы или до ближайшей какой-то дороги. Тогда вы можете стоять в палатке и, допустим, ставить ее не раньше, чем в 7 часов вечера и снимать не позже, чем в 9 часов утра. Поэтому, пользуясь этим правилом, очень многие стоят в палатках, и мы делали то же самое. Это, тут фотки немножко по порядку, это уже последний день похода со стороны Франции, это перевал Брешно-Ароланта, так называемый. Это, получается, вот эта скала, она достаточно, ну, тонкая, я бы сказала, и вот кусок вывалился когда-то, и образовался перевал. Вот, тут достаточно людное место, это уже было в конце похода, сори, просто я их не сортировала, поэтому начали с конца. Вот, и почему людное, потому что вблизи паркинга, и это еще был выходной, то есть весь народ вываливается в горы, и понятное дело, что ближайший перевал от паркинга, там уже будет куча народов. Ну, и мы, поскольку мы шли в противоположную сторону, и встали очень рано, то есть мы этих людей всех встретили уже в конце, на спуске, и они нам особо, ну, не помешали. Поэтому, в принципе, даже в какие места можно ходить, ну, достаточно, ну, то есть если вам не нравится встречать много людей, то можно выбрать время, чтобы пройти и никого не встретить. Вообще-то, ну, и когда собирались, мы думали, что вот лето, это как раз сезон в Пельме, и что будет много людей, перед этим мы были уже в этих хорах, но в мае, понятное дело, там никого, потому что это не сезон, максимум там встречали каких-то лыжников. А сейчас, на удивление, не много народу было, ну, как, то есть не было такое, что ты постоянно кого-то встречаешь, допустим, как в польских танках. Это вообще, как ботанический сад. Там все хочешь туда выберутся. Это последний цирк возле городской габарии, вот, это такой, ну, вот, часть Пельнеев, в которой достаточно много таких цирков, вот, со скалами и водопадами. Перемещается на начало похода. Заезд был достаточно длинный, поскольку у нас было храниченное время, то мы, как бы, забрались в горы по-максимальному. И этому способствовали вот эти вот поезда. Они ездят на высоте 2600, ну, такая вот, самая высокая железная дорога, построенные не были когда-то в конце, ну, в общем, в 19 веке, то есть все Пельнеи, они в дамах, то есть там активно используется местная вода. Да, и эта железная дорога была построена, чтобы, как бы, для строительства очередной дамы. Туда завозили рабочих, то есть вот на таком поезде можно, вот, у каждого поезда есть свое имя, вот, допустим, этот называется Тинь-Тиньки. Ну, и ты едешь по такому живописному мещеру, экономишь себе целый день переходов, готов или что можно заплатить денежку, ну, в принципе, она того, что один раз можно, вот этот поезд называется Бугу, зато сразу оказываешься под перевалом, когда тебе надо. Вот, и потом эта железная дорога, получается, Загромосили, ее как бы там уже построили и, ну, уже в 70-х годах где-то, ее открыли как туристическое, ну, туристическое, аттракшн, в общем-то. Ну, озера, вот, много озер очень больших, но это не озера, на самом деле, водохренилища, вот как это приблизительно. Всякая живность, то есть там, где это не парк, не заповедник, то очень много, ну, овечки, коровы, все как обычно. Это участники. Здесь, это мы ходили на вершину Эль-Инфермо, Пикос Дель-Инфермо, это со стороны Испании, поэтому название такое. Вот, то есть, ой, сори, переводится как адская вершина или как-то так, в общем, что-то с огнями ада связано. Ну, и, в принципе, вот народ здесь, ну, и, то есть, тут есть маршруты, они такие вот, как, несложные или низкие, и народ здесь проводит свои выходные. То есть, это приблизительно, вот, вот где-то на, ну, на хранице с этой сковой, они забирают на кредет, и потом по хребту, по гребну, ну, там такой праздник, нескольких вершин. Это вид с вершины на горы, они достаточно уже бесснежные, то есть, там остались какие-то ледники, ну, не в большом количестве, и, конечно, все это тает, и здесь, как и везде. Это очередная дамба, ну, то есть, в принципе, достаточно красивая, несмотря на то, что дамба. Ну, вот такие вот, мы ходили по, ну, то есть, мы сами себе составили маршрут, там есть стандартные маршруты, по которым тоже паломничество с маркерами и со всеми остальными, но, в принципе, можно составить достаточно такой несложный маршрут, то есть, спокойно ходить, там, единички, двойки и вплоть до троек, ну, скорее, больше скальных, горных. Вот это вот ледничок, ну, мы планировали еще сходить на пик Лима, он в этом районе с такой, самый высокий, с ледником, со всеми делами, просто это, вот, местные жители, причем, что интересно, что, ну, легендно, они во время ледикого периода вымерли, и их вообще не было в этих храпках, и я точно не помню, когда, но их завезли, и вот они сейчас там опять раскладились, их много, и не все какие-то, не все, но очень много таких каких-то непуханых, то есть, этот убежал от нас в последний момент. Ну, в общем, в итоге, наверное, на вершину сходить не сложилось, там, погода немного испортилась, то есть, мы были вдвоем, и, ну, взяли недостаточно снаряжения, потому что не хотелось вот какие-то щипсы, вот, поэтому решили отложить. Ну, то есть, по описанию, там, ну, так, без веревки не очень, коровки. А еще, что интересно, вот, конкретно с этой вершиной Генуаль, туда первовосходители, которые, ну, совершали восхождение, они вот считали, что в палатках и в домиках жить в горах как-то это, ну, не знаю, не кошельно. Поэтому они жили в пещерах, и там такая порода, в которой легко делаются эти гроты и пещеры, и вот там на восхождении можно жить в пещерах, в таких вот гротах, и люди, в принципе, этим и пользуются. Мы проходили, молодые годы там, ну, народ же был. Это, так называемая, это уже мы подходим к концу нашего маршрута со стороны Испании, это, так называемая, фаха, фаха, в общем, это такие дорожки между уровнями. То есть, мы входим в каньон Ордеса, и там вот такая порода, получается, ну, что-то типа крыльской яйлы, но еще с уровнями. И вот по вот этому уровню, в среднем, идет дорожка, очень живописная. То есть, здесь он еще такой широкий достаточно, ну, метров 5-7. Это вот козы им местные. Ну, заходишь, это, собственно, такие милые места, симпатичные льва. Тут вообще никого нету, потому что народ мало кто знает про эти дороги, и, понятно, их основания фишируют в путеводителях, потому что для, ну, для массовых выходов они все-таки опасны. Потому что здесь вот это уже второй участок, это такая, так называемая, фаха де флорес, то есть, дорога цветов или тропинка цветов. Почему? Потому что весной здесь очень много всего цветет и красиво. Вот, и так она, там есть вот такие участочки, ну, метр. Ну, то есть, ты идешь, дорожка, там обрыв. То есть, надо просто аккуратненько передвигать ноги и не спотыкаться. Ничего сложного там нет, очень красиво. Вот, и тут даже на дороге не плавалось. Вот такая вот дорожка. Мы уже были в этом каньоне весной, но мы прошли только внизу, то есть, у нас там тоже немного не хватило времени. И вот мы специально летом вернулись именно сюда, потому что там очень красиво, в принципе, можно возвращаться и возвращаться. Это брешь Роланда только с испанской стороны. То есть, то, что в конце мы видели. А, и вот еще, что интересно, здесь есть ложная брешь. Мы ее видели из другой вершины. Вот такой вот пемтик. Ну, если вам смотреть, то это цвет. Это называется ложная брешь Роланда. Вот здесь мы встретили косты. Они тут рылись в траве. И что-то там такое было, ну, такое вкусное. То есть, если перед этим все кожи от нас убегали сразу, то эти они даже не хотели убегать. То есть, они ждали, пока мы отсюда уйдем. Я не знаю. То есть, я стояла в том месте, где у них вот они что-то нашли. И они совсем не хотели. Вот это просто убегать. Вот. Такие остатки, ну, как бы скалы после ледников вылизанные. Это озеро, которое засыпало на лето. Это мы просто в надежде найти воду решили подойти поближе к брешь, чтобы не обходить ее. Ну, все-таки нашли. Это вид на брешь с испанской стороны. Мы подходим к ней. Ну, и вот одна из пещер, в которой народ живет. Сейчас еще немножко панорам, чтобы дополнить картину. Ой, только я не знаю. Нормально. Это озеро. Ну, в общем, сюда приезжает этот поезд. Сейчас я Артурский. Артурский называется. Тут еще туристы. Туристы, они обычно берут туда-обратный тур. То есть, они приезжают на поезде и уезжают на нем. Вот. Это, значит, водохранилище. Вот рефуджия. Вот дом маленький. Такие. Ну, погода вообще была замечательная все время. Ну, один раз уже, так называется, для порядка. У нас накрыло раздое такое конкретное. Дождем. Вот. Вот это вот эта фаха. Куда-то, наверное, смешка. Вот так она идет. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Где-то там загорается наверх. Это первый кусочек. Вот такая. Это просто гиды сверху. Тоже, ну, в общем, сильно большую. Айзора. Это как раз пика адского пика, в общем. Ну, и вот этот второй кусочек, другая дорога, она практически на сюда идет. Вот. И там где-то километра три-четыре. Вот так вот. Кладу ручку. Это гиды с этой дорожкой. Это высекшее озеро. Здесь мы пытались найти воду, но в итоге нашли. Мы еще, ну, то есть не только мы, вот здесь вот французы стоят. Нет, вот тут французы стояли. Потом же пришли какие-то испанские. Ну, а это брешь. Сама, вот это сама брешь, а это ложная брешь. Ну, очень много народу скалолазит. Ходят какие-то траверсы, английские восхождение. То есть, ну, пространство для нас, фантазии. Все. Спасибо за внимание. Ну, как бы, если кому-то интересные там всякие добиралы и так далее. То есть, в этот раз нам повезло. Ну, то есть, фактически с добиралом в Европу нужно пробовать разные варианты. То есть, в этот раз мы добирались через Прагу. И, допустим, чешские обедлинии, они вывалили какие-то дешевые билеты. И в итоге получилось, где-то в Праге, кто хочет, получилось нам где-то 185 евро туда обратно. И, в общем, в Пиренее, в принципе, я вот думала, но, наверное, все-таки все равно самый дешевый вариант туда добираться, это, ну, мне кажется, из Парижа достаточно дешево можно выбрать. Это кусочек Доргонии, у меня еще путешествие не было. Вот, поэтому, то есть, если билеты покупаются заранее на самолет и на поездах, то есть, единственное, что я не пробовала украинские карточки и покупать их. Ну, обычно они могут быть очень дешевые, там, на поезд это, там, до 30, в районе 20 евро в одну сторону. Ну, ладно, 20-30, они на самолеты достаточно дорого, но это нужно покупать поезд где-то за 3 месяца, а на самолет уже как получится. Вот, потому что сами горы добираться на самолете это достаточно накладно, то есть, мы уже смотрели. Можно, можно, просто мне было удобно через Париж, поэтому я добиралась через Париж, а можно через Испанию, там тоже, в принципе, можно идти в аренду. Да, да, вот. Ну, вообще, Пиренея очень красивая гора, то есть, такая, большая гора миниатюр, скажем так, то есть, там всего понемножку есть. Туда интересно ходить и летом, и на Мальске, ну, то есть, на Мальске это больше похоже что-то на Турцию, ну, типа Алладахлара или еще чего-то, но все-таки это совсем другое. И, ну, в общем, нам нравится, поэтому тоже советую. Лагерь? Да, палатка. Ну, правило основное, это вот, у тебя вот есть нацпарк и желательно отойти, ну, где-то час отойти от его границы или от дороги. Ну, то есть, чтобы, ну, как бы, ты вроде как не можешь выбраться, и тогда ты ставишь палатку. Ну, то есть, на таких условиях можно ставить палатки. И после 7 вечера снимать до 9 утра. То есть, да, просто, ну, в самых дебрях нацпарка можно ставить, но на, если ты можешь дойти до его границы или как бы выйти из него, то тогда нежелательно. Ну, как бы, ни одного егеря нами замечено не было, то есть, все так, на доверии, скорее. Да, ну, а в межсезон так вообще никого нет. Там уже. Все, спасибо, это Крым. У нас есть велосипедист. Где велосипед? Да. Велосипедист Вор, да. Он про велосипедист, который ездил в конце марта. Нет, в начале. В начале. Я бы сказала, что все эти три рассказа, походы с минимальным количеством человек, 2-3 человека, это очень интересно. Ну, я... Ну, я... Ну, я всем советую, в принципе, мы уже не первый раз определяем чемпион под поход. То есть, ты просто, честно, расписываешь маршрут, говоришь, что ты, ну, вообще-то, ну, типа, в Рекуде это останавливаешься, ну, в принципе, можно даже, я думаю, и в палатках. Ну, и плюс, где мы останавливаемся по дороге в горы, и все нормально. Да. Ну, полностью просто один детальный план поездки расписывается. А, где есть, если у меня это оригинальный? Что-то? Оригинальный, правда? Нет, только броня. Что-то уездка, это, собственно, вообще-то, где-то, 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 где-то оригинальный план. Ну, у меня такого нет. Только броня. То есть, они ничего не происходят? Да. То есть, они насушают? А, то есть, раз. То есть, у вас какие-то подтверждения с этим? Нет. Только броня. То есть, с букингкова, практически, броня, а наш характер там вообще ничего. Ну, да, да. Сори. Ну, в этом году, в мае, мы прошли, проехали, наверное, маршрутик по Венгрии. Ну, надо рассказать про историю. То есть, пять лет назад мы ездили примерно точно так же по Польше. Вот. Ну, и, в общем, как бы, все время обиделили руки и ноги до того, чтобы опять покататься по Европе. Поскольку это очень понравилось, то есть, это абсолютно другие ощущения, нежели кататься по Украине. Хотя, наша страна тоже красивая, но, к сожалению, не настолько благоустроенная. И, в этом году мы нашли время и проехали такой вот маршрут. То есть, изначально цель была такая. Забросится до какой-то точки, которая вам интересна, а обратно вернется на велосипеде. Ну, изначально мы еще думали, может быть, туда на велосипеде, обратно. Там поезда в электричество, но все-таки другой вариант. Вариант, как мне кажется, достаточно удобный. То есть, в Украине доезжаете до Чопа. После этого переходят и границы. И садитесь на их поезда. Достаточно дешево. И доезжаете, вот мы доехали до Будапешта. А когда мы ездили в Польшу, мы доехали до Кракова. С велосипедами, то есть, никаких проблем здесь нет. И после этого уже расщепляете велосипеды. Значит, почему так сделать? То есть, если там можно сесть в Диеве и встать в Будапеште, поезд такой есть. Ну, это раза в два с половиной долларов. Поскольку мы ехали достаточно экономично, то это имело для нас значение. Значит, мигка маршрута... Получилось у нас примерно 500 километров мы накопаем. И ехали мы по неглавной дороге. То есть, есть автострада, которая в Будапеште, в Чок. А есть... Вокруг нее, веряя по красивым местам, по двойным национальным паркам, дорога очень живописная. Я вам сейчас про нее попытаюсь рассказать. Ну, это вот мы переезжаем границу. Поскольку... Да, тут есть нюанс. Чок, город приграничный, но там, к сожалению, есть нюанс. Его нельзя пересекать пешим. И, соответственно, нельзя пересекать его и на велосипедах. Поэтому есть там два вида перехода. Либо на автомобиле, либо на железной дороге. Мы выбрали автомобиль. То есть, там есть частники. Можно запросто с ними договориться. Они перевозят без проблем. После этого, когда переходится граница, в ближайший населенный пункт, в Венгрии. Там можно сесть в ту электричку. Я сейчас попытаюсь показать это. Ну, то есть, просто, чтобы вы понимали, ой, или комфорт электричек. Ага. Что делать? 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 А, ты видела? Да. Сейчас. Ага. Хорошо. То есть, это вот обычная электричка, как вот у нас с деревянными сиденьями там. точно такая же. Но она при этом, я не могу сказать. А, при этом, она вот достаточно благоустроена. И, вот так только можно перевозить велосипед. Там есть специальные вагоны, они в начале и в конце поезда, в которых это разрешается делать. Ну, и вот. Несмотря, что наше правительство рекламирует Финдай, ну, вот эта электричка едет там порядка 180 км в час. 150-180 км. Это простая пригородная электричка. Приехав... В Будапешт, первым делом, пошли на ночное исследование города. Ну, в общем, там вот несколько видов. Знаете, когда можно сделать свершу? Просто перелистно. Стрелать. Ну, это вот виды ночного Будапешта. Город очень красивый, очень живописный. Ну, тут был в Европе, наверное, у нас в Будапеште, как твердя. Вот. При этом, достаточно боженутые люди там. Единственный нюанс, это венгерский язык. То есть, он считается вторым по сложности в мире, там, то есть, китайский, японский. Пытаться там какие-то слова выучить, ну, я бы даже, наверное, не пытался. Потому что мы попытались кое-что там «Здрасте», «До свидания» выучить, но оно улетучивается. Потому что это настолько сложно. Ну, во всем случае, для меня. А с английским языком там такая история. Ну, как говорит Википедия, примерно 15% населения знают английский. Ну, при этом, такое впечатление, что они все сосредоточены в Будапеште. Вот. А вот этот памятник, он связан с тем, что я где воевала на стороне Германии. Вот. И когда наши войска зашли в Будапеште, они их предатели расстреливали и скидывали прямо в Дунай. Вот это памятник этим жертвам. Надо тут еще отметить, что они очень, так, скрупулезно, что ли, свою историю и очень любят советский период своей истории. То есть у них есть вот такой вот памятник. Потом там еще дальше будет, я расскажу. Ну, это вот основная достопримечательность. это королевский дворец и мост. Это здание парламента, это такая визитная карточка в Будапеште, стоили здесь, там на всех магнитетах. Это на следующий день. Мы поехали по городу. Вся Венгрия, точно нужно заменить, потому что дальше там будут еще интересные вещи. Она очень богата на всевозможные генеральные источники, на горячие источники. И в Венгрии этим очень пользуются. Вот в Будапеште построена масса купалин. То есть вот это вот одна из них. То есть там спевая баня и есть там бассейны с термальной водой. То есть там любой желающий может прийти и покупаться без права. Ничего. Вот это их красивое здание в центре города. Вообще это сельскохозяйственные институты. Там академия. Это их оперный театр. Это вид на одну из главных достопримечательностей в Будапеште. Это так называемый бассейн. Вот он стоит напротив Проспорламента. Перед этим. Уже непокровенное красивое здание. Смотровые площадки там. Очень-очень. Очень-очень. И это вид с холма, который беспокоящий на Будапеште. Обзорная площадка. Ага. А на этом холме имеется музей. Музей называется Бунтер. Он посвящен истории Венгрии, участвующей в Беликой Отечественной войне. При этом они вот так вот привозны свое участие именно на стороне фашистов. Вот такой вот музейчик. У нас лично это вызвало бурь и ненавания. Ну и это последняя, ну вторая ночь, конечно. И наутро мы уже уезжали. Уезжали мы дальше. Урок называется Дедилё. Это бывшая королевская резиденция. Второй Дедилё. Будапешт. Вот так вот будет этот замок. Ну, надо сказать, что замок снаружи очень такой симпатичный, красивый. Внутри, ну, скажем так, с нашим геодистым дворцом, даже с андрой вообще никакое сравнение не придет. То есть там пара витражей, там, какие-то камины, больше ничего. Поэтому, если вы соберете свет, то можете проходить время, то есть там фотографироваться, какого будет конкурса. Пиратки все очень ухоженные, ну, как по всей Европе. То есть, ты даст на файл, для катания, даст на крестовую. Существует рекординг мусора. После Дедилё, значит, у нас было запланировано, что мы попадем, ну, и попали, в общем-то. Матрофюред. Это их большой заказник, заповедник. В общем, национальный парк. Ну и, что интересно, там находится самая высокая, ну, самая большая вершина из Генгрии. называется Тейкиш. Тейкиш. Сколько метров? 1015. Но, при этом, вот, вот этот поселок, который внизу расположен, он находится на уровне 91 метр. А все остальное, вот, запухавшиеся, ну, до 1015, надо вкручивать. Ну, в этот же день мы спустились вниз, например, вот вниз, вверх очень замечательно. Это просто божественно. По сути говоря, там порядка 20 километров и едешь просто вверх, даже не напрямую. Ты попадаешь, попадаешь в такой городок, там находятся королевские конюшни и королевский коренный двор. Ну, и музей, соответственно, приуроченный. Там есть конюшня непосредственно и музей коренный. вверх. И на горе Питерс находится в берегу. Вот так вот это выглядит. По центру это стопешка, а вторая пилешка это Питерс. Ну, и это вот то, что мы сбросили в высоту. Дальше дорога у нас лежала в такой замечательный город Эйгер. Всего называют «барочная шкатулка». То есть он на самом деле есть. А перед этим мы поехали в предместе Эйгера. Называется Эйгерсолог. Очень рекомендую. Если вы не спортивные цели преследуете, а вот как мы культурно-развлекательные, то обязательно туда попасть. Это фермальные свершники. Они так вот бьют. Если кто-то в Турции был в полукове, это примерно вот то же самое. Здесь можно купаться в водах. Там выстроен на берегу отель. Ну, достаточно за небольшие дни. Попасть туда, расслабиться. По сути говоря, это такой «баган-баган». После трех дней включивания педалей попасть в термальные источники там с водой 38-40 градусов. Причем там есть и холодные бассейны, горячие. А это уже непосредственно Эйгер. Это вот центральный костел. Второй берегу. И это Эйгерская крепость. То есть она, наверное, на этой ширине находится. Тоже очень живописная. Что приятно, они так очень будут свою историю берегут. Всячески содействуют. Кто-то в Турине развивался. Как-то в Турине. Как-то в Турине. Как-то в Турине. Как-то в Турине. В общем, Европа как Европа. При этом, да, в Европе была, не помню тогда, после Эйгера мы поехали дальше в следующий национальный парк. Называется Парк Бюту. Красивый парк. Значит, нюансы там есть с остановками, с ночевками, которые мы как-то преодолеем. А похлопчик ехали. Здесь интересный парк национальный. По сути говоря, никаких достопримечательностей там нет. Там была очень живописная природа. Очень такая холмистая. То есть там вверх-вниз. Такая спортивная часть нашего похода. Надо сказать, что там очень много поляков катается. Вот там на них видят фотографии. Стриты. Вообще очень много иностранцев катается. У них, я так понимаю, достаточно близко. Вот там есть у нас еще одна цель была посмотреть замки. Замок Людафюрит. В общем, это вот его парк. Опять видите. А, вот эти поляки. Причем, что интересно, мы ехали, ну, как бы, все свое иностранство. А иностранцы, они путешествуют немного по-другому. То есть у них, видите, рюкзаков нет, ничего нет. У них деньги есть? Нет. Все не так. У них и денег нет? У них деньги, наверное, есть, но... Дело в том, что у них видят за ними автобус-сопровождение. А, а. Ну, вот у него деньги. Ну, а у них там, не знаю, то ли палаты, наверное, они останавливаются в каких-то петерках. Ну, они, в общем, как бы, мы включивали наверх, там, с рюкзаками, там, в палатке, все остальное. Они такие, не нагляжно, просто прогулочные. Сзади едет автобус. Украинцев там узнают, получается, по Баулам, да? Да. Причем, мы видели ребят из тревого рога с этими, с нашими же рюкзаками, с тревого рога. Т.е. мы друг друга узнали. Причем, вот, ехали, ну, они в противоположные курсы, мы остановились, мы обратились. Поехали дальше. Вот. Вот. Это, как раз, въезд в этот Уильверфюль в городок или одноименный зал. И это, вот, его парк. Ага. И уже по дороге из Уильверфюль до Мешкольц мы такую вещь увидели. Это просто, ну, как бы, село. В селе скалала. 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 Ну, не просто, как бы, она огорожена там, максимально. То есть, вот, огорожена там, детская площадочка, а вверх уходят маршруты скалолазные. Причем, каждый маршрут там пробит. У каждого маршрута прибито то, что паразит просто. Значит, металлическая табличка. там выгравировано название маршрута, выгравирована его категория. Ну, и там, как бы, дальше отмечены все зацепы. Ну, дальше идут определенные работы. Не забудешься. Ну, удобно, очень здорово. И предлагают там Мешкольцев буквально проехать в Пазовидово для моих обедов. Ну, мы там попытались что-то залезть. с Осванской страховкой. Не смогли пройти мимо. А, следующий у нас был на пути город Мешкольц. Ну, по сути говоря, он ничем таким не примечательный. Это большой центр промышленный. И там есть еще одни термальные источники. Ну, поскольку мы решили все перепробовать, сюда тоже заходим. Да. В чем прелесть этого Мешкольцев? Такой нюанс. Мешкольцев подправился меньше. Почему? Потому что там вода более холодная. Всего 36 против тех 38-40. В общем, в чем его прелесть? Это единственный, по-моему, который находится в гротах естественно они естественно образовались. То есть, это, по сути говоря, пещера, она заполнена водой. И вот там обустроили купальню. И, ну, скажем так, даже лечебное устройство есть. И люди там в этих пещерах подолгу находятся. Там таз не мечется. А что есть? То есть, это нюанс бюро туризма. То есть, там есть дороги, вот это одна из них. И, в общем-то, на велосипеде, получается, ездить нельзя. На тракторе нельзя. И пожилой транспорт. Да. При этом никакой параллельной дороги, тропинки, либо чего-либо другого нет. Нигде не обозначена. Дорога, она не автомагистрая, как видно, то есть, одна полоса в одну сторону, одна полоса в другую. И все. ну, деваться было некуда, поэтому приехали. То есть, это, если вдруг заходить и повторить, это иметь в виду. Ну, полицию мы не встретили. Ну, и по дороге, по дороге, там, 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 практически в каждом городке, есть какие-то достопримечательности, причем они там, на карте, поотмечены, можно забросить. И вот это вот, крышко, здесь. Двери нам, и разваливание, опять же таки, замок. Ну, я уже говорил, что у нас там цель была, замки, как можно там больше посмотреть, крепость, например, в Мешкольце, как бы, в Мешкольце, там, цель была, больше все-таки, посетить эти купания, термальных, термальных источников. Да. А дальше был, известный всем, наверное, то есть, если предыдущие города, они, наверное, вряд ли на слуху, то вот этот город, он точно. Город Кхай, мы специально сделали отклонение от дороги, чтобы заехать туда, в общем-то, стациональный зал. Город, абсолютно, вообще, замечательный. Не потому, что там цель Эннобелия, венгерского, а просто какой-то, очень, своеобразный, очень атактичный, там прекрасная улочка, в общем-то, вилные погреба. Очень рекомендую. Мы были в восторге просто. Это вот центральная площадь, можно сказать, это памятно. И, вот здесь, получается, двери в дегустационный зал, который был первой, в первой неделе. в первой неделе. Такая такая, вкусная. Ну, это по дороге, очень хорошо. Это, город Шашпатар, по-моему, это даже длинка, там тоже крепость. Ну, и по дороге, там встречаются такие живописные путылки, размером с двухэтажный дом. Проезжая на другого, просто невозможно заехать туда. узнать, что там, что там заходило. Ну, вообще не знаю. А, да. И вот, я уже говорил вначале, что ненгерский язык, один из самых важных в мире, это, вот, написанное «Добро пожаловать». аутентичное название этого города, Шашпатар, на аутентичном алфамитом их. То есть, они сейчас используют латиницу, но вообще, изначально, вот это вот, такой алфавит, почему он очень похож на, ну, как бы, язык, это вообще, ханты, мальцы, изначально венгрии, они переселились из-за Урала, и обосновались в Венгрии, и язык у них очень похож на ханты, мальцы, исчезающие языки России, северных народов, северных народов. Ну, и вот, очень похожая письменность. северных народов. Ну, и это был последний город, то есть, уже после этого, мы выезжали из Венгрии, через Словакию, к сожалению, по Словакии, я ничего сказать хорошего не могу, мы потом прочитали, что это одна из беднейших регионов, один из беднейших регионов, это вот, последний город, у него, все-таки, непроизносимое название, Шатараляньхюйхен, там что? Хюйхень, Хюйхень. 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 Фотография, это вот у них, столько для велосипеда. Для вообще неудовала. Здесь, такая, пружина накручена, и, вообще-то, граница уже, с Словакией, а как только въезжаешь в Венгрию, сразу настроение, портится, потому что портится асфальт. И велосипед. Ну и это вот, да, и, кстати, что еще, больше, заметно, Сразу улыбки у людей ушли, сразу какие-то маты на вокзале, может просто потому что, если бы не понимать, что они тоже улыбаются, а улыбаются по их. Ну, такая вот история. Очень рекомендую всем. Бюджет поездки, там вообще какие-то смешные деньги было, там порядка 250 евро, это со всеми визами, со всеми билетами. А когда поедем еще раз? Поедем, нет. Тоже очень просто, как бы, ну, сложнее. Венгры, они отличаются какой-то завзятостью, они не очень любят выдавать на халяву визы, как в Поляде, например. Вот, поэтому приходится там всякие нахищрения идти. Значит, это одно из государств, в которых сложнее всего получить шенген. Поэтому, если вы там выбираете в Польшу или в Венгрию, нужно это понимать. При этом получить польскую визу и, ну, как бы, это шенген, да, тоже, но будут проблемы с пересечением границы Венгрии. То есть мы видели, как это происходило, люди с польскими визами пересекали венгерскую границу. Но с Украины, да? Да, с Украины. Ну, конечно. И там чуть ли не их, ну, то есть пограничники имеют право не пустить, на самом деле. И они этим пользуются вовсю. Поэтому проще всего получить все-таки визу в венгерском посаду, ну, как бы, любой там маломальский читающий сайт, человек запросто найдет информацию. На сайте в Венгрии, я хочу сказать сразу, они там пишут, что мы рекомендуем вам не обращаться во всякие там агентства туристические, просто соберите документы и принесите. И все. Но пакет документов как раз вот должен содержать подтверждение отеля, в котором ты будешь, причем это должно быть оригинальное подтверждение, даже факсы они не принимают. Поэтому, ну, я хочу сказать, что у нас, как бы, это все решилось в течение недели. То есть мы забронировали в Букинге отель в Будапешне на все время. Вот. Попросили, чтобы они нам прислали почтой это письмо, заказали здесь, в Киеве, службу экспресс-доставки, они к ним пришли, забрали у них это письмо, и через 3 дня было у нас в Киеве. Заплатили им за это все удовольствие 300 гривен. Ну, согласитесь, что платить 350 евро туристической компании за то, что они оформят визу. То есть мы просто делали мониторинг, а получить визу в Венгрии стоит дороже всего почему-то. То есть там польская виза, например, стоит 150 евро или 100, а вот венгерская варьируется там от 250 до 300-350. Причем получить ее самостоятельно, оно, как бы, да, это морочно, да, нужно потратить время, там, полазить по интернету, там, позаказывать гостиницу. Так, а вы потом отменили это? То есть мы у них были, мы в этом отеле были, но были у них там 3 дня. Они абсолютно безропотно там отменили, вернули деньги и никаких проблем. А, то есть даже деньги заплатили? Да, мы им заплатили, а, нет, стоп. Мы им заплатили как раз за то время, которое мы там должны были пребывать. Ну, то есть мы, причем они не хотели брать у нас аванс, мы с вами попросили, ну, чтобы они нам дали подтверждение для посольства. Ну, как бы, это все практично. Так. А что в Словакии? Что в Словакии? Вот по сравнению с Венгрией, с Венгрии выезжаешь, как-то она такая вся светлая, одинаковая, красивая. Вот в Словакии там, в этом регионе, в приграничном, там очень много цыган, и, наверное, это накладывает свой отпечаток. Очень бедный, ну, когда в Украину въезжаешь, немного другая бедность, а у них она такая, бегают цыганские дети, там вот так вот это все выглядело. Такая бесшабашная. Что-что? Бедность, это бесшабашная такая, да? Ну, да, то есть сразу дороги хуже, ну, гораздо хуже. Какие-то домики больше покосившиеся, там травка. То есть если в Венгрии едешь, там все подстрижено, все красиво. И, ну, еще, может быть, нюанс такой, все время, вот, которое мы были, нас погода баловала тоже. То есть вот все время была отличная погода, и вот как раз мы въехали в Словакию, последний день, мы должны были по Словакии еще покататься. Вот, но палил такой дождь, вот, что мы решили сократить свое пребывание, и, в общем-то, побыстрее, побыстрее двинули на ужин. Вот так. А складывание не так? Закаживание? Что, что? Нет. Мы ночевали в палатках, но нужно понимать, что вот по всей Европе это Больши, Бенгрии имеет значение. То есть они, скажем так, ну, у них нету таких вот лесовых посадок в нашем понимании, да? А вот если мы по Польше когда ехали, то практически нету между населенками разрыва. То есть это все какие-то хуторки, дома, домики, какие-то усадьбы. Ты можешь проехать целый день, а выхода в лес никакого не будет. То есть, и понимая это, мы изначально, как бы, планируя маршрут, смотрели, где мы будем останавливаться. Когда мы ехали через вот эти национальные парки, то там проблем с ночевкой, ну, по сути говоря, нет. То есть можно просто дальше чуть-чуть идти, вот, по каким-то тропам. Просто нужно планировать свое время и понимать, что вот, если ты даже запланировал место ночевки там в каком-то месте, да, и ты до него вроде как успеваешь. Но если ты едешь туда впритык, ну, уже под темное время, то очень велика вероятность, что приехав туда, окажется, что этого места нет. То есть, что оно, например, огорожено, то есть очень запросто. То есть у них любая посадка, вот такую мы столкнулись с такой штукой. Ты едешь по дороге и, как бы, знаешь, там есть посадка или там есть лес. Запланированная там ночевка. Ты подъезжаешь к нему, а он огорожен. И пройти в него нельзя никак. И, получается, ты едешь дальше. У нас мы столкнулись с такой проблемой в Мешкольце. То есть там, где мы планировали заночевать, по сути говоря, заночевать не получилось. Потому что там населенка, населенка, населенка собаки. Мы там, это вот единственный день был, когда мы там катались чуть ли не до 11 часов, до 12 ночи, в поисках, где прыгнуть в голову. Уже там, ну да. Еще тут нюанс есть в том, что везде дороги и не хочется светиться, потому что, ну, чужая страна. Допустим, полицейские даже придут и начнут тебе что-то по-венгерски спрашивать. Это вообще дохлый номер. То есть, заночевать где-то в кутузке. Не поймать и не будет. Поэтому, вот, вопрос. Да ну, кто знает их правила, да, вот можно и в них или нельзя. То есть мы, ну, я сразу скажу, да, то есть мы, скажем так, на свой страх и риск мы запланируем, что мы будем там спать в палатке. Вот. И там запланируем, что будем ночевать там-то, там-то, там-то. Вот. Вот. В один из, там, мешкольцев, да, то есть мы там ночевали в какой-то посадке возле дороги. Кто его знает, может быть это чья-то земля. То есть у них там земли ничейной нету. У них там все чье-то. То есть утром будет там проезжать этот хозяин этой земли и скажет, а что вы тут делаете? Я говорю. Ну, такого. Вот. Нет, ну, никто ничего так не попадался, но мы... То есть мы точно так же... Я просто никто не проверял, в интернете информации не нашел о том, можно, нельзя, поэтому мы как бы ночевки свои устраивались, ну, как бы, с какой-то долей, наверное, перестраховки. Вот. То есть мы старались как-то велики, ну, как бы, да, тут еще нюанс. Мы когда ехали туда, нам в поезде венгры, ну, они, вот старое поколение, они еще раз говорят по-русски, поскольку у них это вот, как и у поляков было обязательно. Ну, то есть они изучали русский язык, и они многие помнят его еще. Вот. И нам этот венгр говорит, ребята, вы, я, говорит, хоть венгр, но вы очень внимательно, венгры воруют. Вот. Вот. И мы под этим девизом росли поход. То есть велосипеды мы там приковывали к деревьям между собой, там, накрывали их чехлами, потому что воруют, не воруют, черт его знает, но проснуться утром и обнаружить, что велосипеда нет, или скручено седло, или колесо, ну, это будет очень неприятная новость с утра, потому что, как бы, надо дальше ехать, а у тебя чего-то там не будет. Вот. Поэтому мы, как бы, старались вне населенки ночевать и максимально там себя демаскирующий фактор выбирали. Это вот. У меня просто есть опыт ночевки на Скорпатах, когда там на перевале под Пупываном у нас обокрали палатку, когда мы в ней спали. А тут не хотим, а тут все опытом. Папа. 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 И мы с ним все обговорили и в середине июля этого года поехали, полетели в Дэри. Весь поход у нас вышел очень бюджетный, 5 недель нам стоили 1000 долларов, из которых 530 это перевод свита, прямой перевод технической присадкой в Баку. Все остальное это уже наше проживание в Индии, а основную часть расходов на себя взяли в личном переезде, потому что все знают, что в Индии питание дешевое, проживание ночлег тоже дешевое. Но иногда мы все-таки пользовались подкладкой. Мы перелетели очень рано в аэропорт, 3 часа утра и решили немножко покимать, велосипеды мы не везли тоже в коробках. Пока мы везли на несколько стартов уже в первой части, нас постоянно спрашивают, почему и в коробках они новые, и даже в родном месте, очень плотно говорящим английский импульсик, родители, попросил за нас бешеной индейки и, наверное, равноценный билет за человека. Потому что он считал, что они новые, и за перевоз велосипедов в этом штате, в общем, это должно проводаться на лотах. Мы катались по индийским гематальям и тибетам. Наверное, на сайте блогуса нас разделили, Дима Ченкарского записали свет о нас с Димкой Погаевым в Индию, потому что мы проехали на одну длинную площадь, которая была все-таки на индийской территории. Общий километраж нашей поездки вышел в 1300 километров с общим набором. Я могу только принадлежительно сказать, что это около 10 тысяч метров. Спуска в вокзале больше. Так мы из аэропорт-бара взяли приобретение такси и поехали на вокзал погрузить под жилоспеду. Самый момент для меня странно в начале было, когда мне Димка сказал, я подошла на первое сиденье садиться, и Димка говорит, нам теперь вообще с другой стороны. Я совсем забыла, что у лингусов движение все положено наше двеностороннее. А сами к нам показали наши велосипеды, но мы немножко погуляли по Дейли. И мне было поразительно, удивительно увидеть, какая на самом деле столица такой огромной и разнообразной Индии. И мы походили в первое время на эту площадку. Очень красиво, с одной стороны, потому что такие, когда я их главно скажу, но в то же время все очень вкусно. В этом время проходил какой-то праздник. По центру это цветы лотоса с углодами. И, в общем, они собирают лепестки и из них делают очень красивые ожерелья. И раздают их в храмах. Здесь тоже можно оценить, какой там все-таки хаос с коммуникациями. И, в частности, здесь это кондиционер. Или, по-моему, все. Трукты, когда идут на улице, вот на таких тележках. Трукты самые разнообразные, очень дешевые, вкусные. Мы старались пробовать все. Провода тоже можете оценить, насколько это паутина. И, в гости, садми, наверное, это не очень. Видеть вот это и пытаясь разобраться. Также часто слышали, что в Индии люди спят везде где угодно. Мы в этом убедились. Вначале я только была представлена. Убедительно, а потом передали. Это от храмзала. Это вполне себе нормальные люди. Они просто живут на месте. Это центр Дерри. Мы из Барда. Кто знает? Да? Вот так. Полный хаос. А это храм Ботаса. В общем, все время, которое у нас было в Дерри, мы старались где-нибудь гулять. Но все-таки мы попали, как сказать, на период мульсона, в период дождей. И пока шел очень в силе. Несмотря на то, что он теплый, мы посидели по крышке и послали. Потому что как-то перелет нам удался. Не очень хорошо. И, в общем, дальше у нас был ночной переезд в штат Джаму и Башни, по которому мы путешествовали. Мы доехали до большого городка Джамуа, в котором мы должны были ехать в город Синаган. Но тут уже о том, что не ходили, здесь не поймали жить. При этом Димка отлично работал за звалой. Нам очень нужно было сократить расходы. И нам сказали хорошо. Если вы находите людей, приедет такой. И вам намного меньше это. И Димка так заслывал. Он так все-таки поручевал. Все-таки песни пел. Таким, красавчик. Пока мы ехали, в месте перекусок был шикарный экзаменаж. Огромнейшая плотина. Горная дорога, которую сейчас укроют по Гуссову. Надеюсь, вы еще только будем. Это у нас слажда захватывается. Мы приехали в городок Синаган, который находится очень близко границ со всех местами. А двадцать лет назад на этой территории шла Хронасткистан за землей. Но до сих пор это граница не с нами. На каждой карте она выглядит совершенно по-разному. Поэтому в этом городе очень много моментов. Такими толпами ходят. Они там такие штабы, что в жизни только не имеется в муниципалитет. Город Синаган вызывает индийской Деменцией. Сами жители считают, что это райское место на земле. И, возможно, самое лучшее. Разноцветный архитект, он намного чище. Намного приятнее, чем двери. Тоже продают много клубов. Слева корпусы. Делают фреши, блайма. Что-то там еще. Аргузы продают. А мы начали гулять по городу. И посетили две мечети. Это первая мечеть. Она очень большая. Это все здание по окружности. Это по периметру внутри. И в виде коридора. Он полон. И по центру парковая злая. Спасад. Но сам стиль архитектуры не очень напоминает мечеть. Потому что архитекторы решили добавить визуги. И чуть-чуть как в китайский стиль. Перед ходом, естественно, снимают датки. И мы надеемся, что Салаиба все-таки найдем. Мы всегда выканулись. Еще одна центра. В индийской части. Так как штат Джону и Кашми в себя включают индийский тибет и индийскую индийскую часть. То в индийскую детскую часть женщины наносят сари. Они всех очень яркие. Что приятно, Индии уважают дядь и цитат. У них реально встретишь черный. Или какой-нибудь смрачный цвет. Они все любят праздники, любят веселья. Даже грузовики, которые перевозят продукты продовольствия или какие-то промышленные товары. Они все очень яркие. Может быть, потому что тут было заметно телега. А может, потому что им просто нравится яркая жизнь. И они также упрощены разными узорами. Стеночка этого другого. Это все тоже в городе Слинагах. Почему называют люди в Слинагах? Потому что там очень много каналов. Это вторая мечеть. Она полностью деревянная. Здесь они нас уже не пустили. Потому что мы со всеми не позывали. Кормить буду без опрещенок. Но, тем не менее, их только в мечети. Их великое множество. А так собирают беднишку. Так что, кстати, ногами есть своя крепость. Но она сейчас на реконструкции. Поэтому мы не смогли попасть. В этом городе мы провели два полных дня. Первый день мы погуляли из дельнички Энкидов, которые мы нам приходили давали в хоз, которые мы занимались на Легис. А второй день мы уже гуляли с армия. Очень много, не обязательно, ворон и легалки. Кто это? Это птицы. Это Альтерное озеро. Так как Энди раньше была экологией в Европе и Таней, и здесь их было тоже великое множество, то дельбанцы хотели строить свежий лёд. Но хозатор не включалась в воде. Поэтому они строили корабли, хабучие, но стационарные. Их строили как жены помещения. И на этом пользовании они тоже почвующий контакт. И сейчас они исполняют двое отель. И на них выживание оказывается, это мы уже потом узнали. Некоторые дни намного дешевле, чем та же комната, как в каком-нибудь подсказке, или чуть подальше. Также у нас на полноцей фоночек на свой вкус и цвет. Они все отличаются обидкой, цветом. Фонки все одинаковые. На Набережной вот такие быстрые еда. Это значит, прием листья бумаги. Туда такие бы все луси, как я вешиваю. Не знаю, что ли. Потому что мы пока еще не регистрируем. Здесь мы еще ели только бутылируемую воду, и ели только по скотам. Дальше мы попросим. Очень много на улице. На улице праздных мастерских, где шею-то ежу, выпекают мед. Разделывают мясо. Здесь двери очень красивые делают. А также на улице мы нашли озерную почту. Тот же кораблик на воде стоящий. И открытки, которые мы, как извините, все посылали. Тот же когда-то писали, нам поставили печать. На печать это было только за противно-соточком. Мы тогда листали на озеро. И на этих озерах удивительно, что очень много плодушек на дорогах. И Айчик нашего дольера он нам так и показал. Он вылез с нашей дольки на вроде как землю. Начал по ней дырить. И мы видели, как она под водой просто поседает. Как они держатся на воде? Нет. И, по-моему, этот шпаганчик у нас зайдет по себе гор в дом тоже на территории озера. На одном из работ. Он познакомился со своей семьей и у нас напоили чаем. Здесь вы видите, что на кухне? Это стандартная кухня. На кухне используют только металлическую посуду. По всей кисти используют только металлическую. Это цветочек лодосов. На этом кухне очень-очень много. Дальше мы закончили по городу Сренагар. И мы ехали в город Горгил, который находится в восточной. Откуда мы уже должны были начать нашу велосипедную часть. И по пути мы попали в пробку. Потому что в сторону перевала произошел какой-то обвал. Завалили дорогу. И военные пытались их чистить. В течение часов трех. Но у нас вот такое зрелище перед глазами было. Это какая-то резервация. Это просто санатория. Они сюда приезжают отдыхать. Но мы на это смотрели как на санфасе. Вот на территорию, где их просто сохраняли. Они вводят. И нитя не попадет с такими. Едем на перевал. Он заверный. Мне очень понравились сплоты. На стороне хрунтыни. На стороне хрунтыни. На стороне хрунтыни. На стороне хрунтыни. И повышенные деревни. То есть тепло. И перевалы достаточно. На перевал придет очень крутой спонтин. И тут большая группа вверхоза в плане хрунтыния. На дальнейшем дороге. И понимают, что на ней может вместиться только одна машина. Они не стесняются. Но скорость отмечают вдвоем. Поехали по городу Харакин. И наконец-то начинаем нашу велосипедную часть. С внедачального проекта. Далин Динска. Мы ее будем поехать в одну сторону. Через перевал 4500 метров. И дальше проехать еще по бездорожью. Через перевал 5700 метров. Но второй перевал мы отказались. Посмотреть на наше состояние после первого. Мы решили, что мы потратим больше времени, чем ожидалось. А нам очень хотелось посмотреть мед свою часть. Поэтому стартовать в городе Харакин. Ну, каякчик километров 240. Город Харакин находится на высоте 2300 метров. И до перевала уехали примерно километров 150. Постоянно вверх. И вот тут началось самое сложное. Потому что за этим путешествовали ножками. Все легко, все хорошо. Но когда мы наше 20 или 25 или даже больше баллоны за грузили на багажнике. Походили, что нам вверх. И это очень-очень тяжело. Особенно днем, когда очень жарко. Мысли вы или такие, что лучше уберите. Мы не знали. Только километров 40 километров был асфальт. И мы обрадовались, что вот. Академбусы, наверное, настроили на работу через перевал. Но буквально 40 метров скончились. И началось полное бездорожье. Порой это была упопанная бутонка. А иногда просто камень. Просто каменная дорога, по которой я проехал. И все. С таким моментом у нас скорость падала. Наш в двух километров в час. И кто-то говорил, что, наверное, везти его было бы проще. Я говорю, я пробовала везти мешком еще медвиничный. Очень красивая долина. Разная. Широтная. Работная. Везде, в каждой вселенной, производительный углов. Потому что мы белые люди. А для них это в равноценном условии. Все хотели о нас подрогать, поговорить с нами. Просто сказать, хеллоу, откуда вы, там вы, куда вы едете. И мне начинает рекоменция. И просто хочется услышать что-то. Я пыталась фотографировать девочек. Но девочки сразу пячутся. Отворачиваются. И медленно случайно. Так, но все равно не резкий. Но случайно удалось это делать вам. А так, только когда вы решили идти, сразу отворачиваются. Только отводишь, уже такие веселые, походятся, смотрят на тебя. Понимаете, что в этом плане смелее. По пути мы встречали много иностранцев. Иностранцы с австрием. И они тоже путешествуют с велосипедом. Все на джипе, один сверик. Мы его спрашиваем, а как ты катаешься? Говорит, как мы заезжаем на переворот? А с привала я уже где-то долей. Только не плавно, не более. Но нам показывали очень-таки выклопы. Я считаю, потому что у них нет никакой дня. Четыре, наверное. Так выглядят логики. Так как в этой области почти не бывает дождей. По описанию, пусть надеек, они солнечные. То они не заморачиваются покрытием домов. Защищающим от воды. Они спокойно выпивают какой-то самодельно уединенными кипячками. И порой широким детской части корнями выкладываются. Ну, проехали мимо мыши всяким сечникам. Ну, не еду. Я не помню, какой из них. Ну, в общем, ярко выраженная треугольная вершина. Это, кажется, ну. А пол, но он в облачках, то он немножко хуже видно. А мы залезли на пол, посмотрели как раз на вершины и получили. Сфотографировать. И увидеть и в них. Ну, летим, посмотрели вот это. Увидим только, когда вы заехали на краску и поехали дальше по своему машину. На этом пуске я могу сказать, что это было очень стремно ездить. Потому что индусы проводили взрывные работы. Они расчищали сплоды. И поэтому они вот мысли, кто такие. Давайте давайте проезжайте, сейчас взрывать будем. Мы вынеслись, ты бешеная. По пути встречаются прекрасные горы. Монолитные. Вертикальные. На которые хочется ехать и заниматься этими людьми. Особенно здесь, короче говоря. А небо такое там красивое. Самых разных отец. Это уже тюмерцы. Они сразу выделяются по отрезу глаз. По цвету кожи. И дома, видите, они уже покрыты крышками. И, больше всего, тути уже стоят в кругу. На это сужаются, то расширяются. Но они такие разноцветные. Порой такится, что это слоеный пирожок. С разного цвета кремом. Который издали из комнаты. Особенно здесь, вверх. 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 Слоеный. Переливается разными цветами. Это наш первый медийский мастырь. Но в него мы не попали. Потому что мы за это были совершенно другими способами. Мы поняли, что тибетские мили отличаются даже от бутульских. Точнее, километра. Поэтому никаким. Я не знаю. Не важно. Потому что, когда мы ехали в сторону на перевалку, мы часто спрашиваем людей, сколько там километра до перевала. И чем раньше мы побежали, тем большую цирку нам усыпали. Поэтому здесь нам хотелось ехать быстрее. Понимаете, что там ищут очень много. Так мы отдыхали. Прием много хочется. Ничего не делали. Находите на столешек. А это уже сам привал. И озеро на нем. Дальше город Мирек. Который является еще одним центром Тибетов. Мы видели открытки этого привала с этим же озером. Они потрясающие. И мы так немножко пожалели, что у нас не вышло победить. Вот в вечернее время солнцесадителя нам нужно очень быстро явить вниз. И поэтому освещение не хватило для бабочек. Это было красиво и смешно. И не то, конечно, мы спустились с перевала уже затемно. Был очень-очень сильный все пантин. Мы ехали крайне медленно. А нас пытались отгонять даже пули. Что было тоже стрёмно. Потому что обрылись здесь плор. И на следующий день поехали к себе дальше. Встречайте зеленые долины. Это самое распространенное деревья. Это ива и тополь. Тополь часто использует. Потому что он быстрее всего вырастает. И поэтому максимальное количество построек делают из него. А там удивить это все. Очень часто встречаются. Такие. Путь упоминь. Протяженные. Либо из гранины. Расписанные. Либо изображениями бунты. Либо с пунктами. Либо со священным писанием. Как справа вверху. Вот он не ожидает. Сейчас. Секунду. Техот. Флаг. Здравствуйте. Это в акцентском слое монетный барабан. Его нужно пройти только по часовой стенке. А рядом с ним собственная погруда камней. С вычисленными изображениями и надписями. А это как-то мерзкие дети. Которые как раз со школы расходятся по домам. Но когда они увидели нас. Они даже не собирались расходиться. Они сразу быстренько собрались. Закружили нас. Изучали велосипеды. Пытались их разобрать. А увидев фотоаппарат. Начали требовать, чтобы их фотографировали. Но им все равно мало. Потому что после каждого этажа. Они полпой, голубой подбегают. Ухватывают фотик. Стараются посмотреть на кадр. Что же там получилось. Потом сейчас требуют еще. 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 Очень смешные и непосредственные. Особенно вот этот мальчик. Он с виду очень милый. Но он был самый активный. Самый дерзкий. В этом месте, где нашел massively прибегают внимание. Потому что у них много разных простей. Особое внимание к этим не ощущалось было по древним. Они вообще считали это каким то чудом. И у него как начался текать, это нам долго. Пытались переключать, воздать на помог, react, встречать скорости. И у меня такое было, что наезжаешь в стоянки и собираешь что-то, что-то изгладывается. Было время, везти порядок. Очередное село, но очень мало домов. А это... Турик, Бугово и Республика. Семьянская семья достаточно нужна. Можно ходить по многому человеку с посудой. И когда мы больше увидели такого сморода, какой-то лично пить будет. Старел на космическом чашек. Медный чай. И сами люди интересные. Семьян очень приятно общался. И не помогает. Даже благодаря им пытался завести клип в сапарик. Он называл слова по-английски. А просил, чтобы его в ответ говорили, как это звучит по-телецки. Все зависело в свой блокнот. Чтоб нам потом облегчили жить. Если мы посидим в какой-нибудь логике, с английским будет совсем не знаком. Хотя в нашей стране английский знают очень хорошо. Потому что Индия опять же была колония Великобритании. И из тех, кто английский, опять же, встали туда вступить в язык. И бывало потому, что это замечающе. И столько от них, кто едутся знать об общих свершенствах. По сравнению. Мы подъезжаем всю долину Бруста, в городе Павлово. И здесь уже побогаче дома. Больше. В долине мы остановились на нескольких дней. И идеально катались по монастырям. Кстати, во всем мире очень много таких вот сайтов. Они активируют. Они заставляют сенсортировать свое внимание. А они просто не себя-то. Я их включаю очень часто. Мы их на токарпирование записывали. И теперь мы их в стулон. Красочные стулоны. Я чуть лицевала. Но, естественно, такой вот этот цвет, но и даже ярче. То есть, пока я не знаю, получается передать все внутри пацаны, какого-нибудь кусочка природы. Вот эти горы тоже похожи на основные дрожжи. Либо камерные извояния, которые немножко похожи на ее продукцию. Саму автость. А как же вот эти, которые еще и напомнили для них приведения в кем-тое? Здесь, естественно, и красный цвет пороси. Возможно, какие-то. Какие статические пороси. И тогда Долиной нас ожидал бывших замок, который сейчас их разбил в Венгаре. Почему Венгаре? Они выяснили, что в прошлом году двое ветра путешествовали здесь на велосипеде тоже. И они каким-то образом узнали, что когда-то на этом проведении жил Венгар, который хотел бы знакомиться с Цибетом, и он приятный написал англо-зибетские слова. Они обратились в какой-то фонд и попросили его заведение далеко от Кузьмар. И до тех пор они каждое лето приезжают на несколько месяцев и занимаются. А в этом доме, в котором в Сагаре есть права, живет родственник, короля, либо какой-то Патома, который раньше живет в том замке, а сейчас не имея никакой власти, только огромную частную собственность и поля, а Сагарина выточно живет, убедствует. Мы возвращаемся назад, освещение поменялось, было более и менее красивым. Это первый наш, в который мы попали. Поразило тем, что на стенах не иконы сели, а Сагарина просто будет расписывать соображениями Будды, как в своей переуплощении и женских кожи. А также везде были распространены напечатанные в бумаге о священном описании. Дальше мы поехали в тайный монастырь Харша. В нем проживает около тысячи монад. И пошли на минутку публиковать. Это фотография для девочек. Все фотографии с цветочками для девочек. А тут прекрасно мы видим на долину, на горы. И сам монастырь поражает своим величием, обилием домиков для монахов и красотой, в то же время красотой. Это монах, в котором встретился первый, которого я снова сфотографирую. И вообще я очень стеснялась продюсировать людей. А это мы решили уже в догонку. Сфотографировать с каким он модным рюкзаком, с каким он модным пачка. Это не видно, но я так помню. И модных сонтак. Вообще все монахини стесняются носить удобную обувь, удобные рюкзаки. И только для них единственное правило, это одежда. Одежда должна быть сочувствующим. Мы посещали все храмы, которые можно было в них. Мы посещали их. И все-таки это место для молитвы, а не цифры. Сидеть вверху. На самом монастырь, на ближайшее сло. Единственное, что нам не понравилось, это то, что монахи вообще не занимаются физическим трудом, так как они больше этого. Поэтому все разом не сделают тести жители и приносят очень-очень подаяния после людей, на которых монахи живут. В ней, вот так и монастыря, есть специальные управляющие, которые занимаются геничными целями. Потому что, по определенным правилам, монастырях, монахи не запрещены. Ну, не то, что запрещены, они не прикасаются к гене, да? Для этого есть специальный человек. Этот монастырях, он тоже поразил, но уже по-своему, он находится на таком скальном путёсе. Тоже очень интересно. И перед ходом фрага используют защищающие духи-защитники. Каждый дух отвечает за свою сторону цвета. Молитвные барабачки. Их тоже был большой внос везде. А это был самый красивый молитвный барабач, который мы везли. И как раз при нас кратили крышу и пройдили в порядок. Дальше мы поехали в Бугу-Ударину. Перечествует от города Льяк в Бугу-Ударину. Мы уже чётко управляемся в тибетскую часть. Великой уже без дорогов, поэтому мы его земных разобраны на состоянии. Мы в деревне в город Льяк. Потом очень много конторов занимаются организацией рейтингом, сплавом, любой активностью. И сразу бы хотела сделать это правильно. В самом городе подружу богатому месту и замечательности. По центру этот боец выглядит как обычная хрущевка, но они ему очень рождают. Внутри можно, сказать, на экскурсию, но он может быть противодействием и крышу, что внутри нет ничего. Только в том деле, когда надо обязательно разорвать фонарик, и яблоколусь. Поэтому может это избираться. А так вообще ничего нет. Это глянь, можно разрушить деревья. Непонятно, как эти банки были надеты. Но глянь, он так защищает от ловец. Битвенка на бураке тоже своеобразный. Очень много варьетов. И есть свой рожон. Также завершение этого холма или горыга можно сделать. Находится на остык, а за ним находится вход. изображение Будды. Здесь уже в городе монастыри многие единики исполняют много музеев. Поэтому в монастыри так и пишут, пожалуйста, если вы сэкографируете, только не тянуть эту вспышку. Это стандартам Будды, высотой 7 или 8 метров. А это холм, в который у нас, к сожалению, не попали, но они снова выложены в Мурции. Это Борец уже вид за белоком. Причем вход для индусов на семьяш 2,5 в день, а для инстанций в ствол. Для девицкой бабушки по порядку, к сожалению, не резкая, потому что они сестра всегда идти ближе. Но они все влияют за тем, что носят яркие шапочки. У них очень красивые украшения. У них не пробитые уши, они просто на уши надевают такие как браслетики. И все в эти мурции. В этот день мы впервые увидели Далай-Ламу. Мы увидели словопотворение на улице, мы начали спрашивать, что такое, что происходит, почему люди находили. И нас сказали, как через два часа Далай-Ламу проехали. И мы подумали, вот это, наверное, удача. Мы не ждали. Как же на улице это не хаотическое поплое, а просто удается поплавиться для того, чтобы это было так быстро, как на улице, бегая околами, агрикосами. Мы пока что продолжили наше путешествие. И, наверное, этот храм отличался тем, что у него на стенах высечая изображение груды. И велосипедов постарались объединить максимальное количество возникает лежащих храмов, потому что все они отличаются. Они вроде как и похожи, но правильные есть реалии. Да. Это сообщение если вам видно, прочитайте его, я подожду минуту уже. Это цитата Далай-Ламы. Я считаю, это очень важно не только для грудистов, но и для всех людей. Можно листать? Нет. Нет. Окей. Да. Можно листать? Да. 14. Это ведь сверху почему короче светлая сарай, чтобы я плохо поработала. Прямая полоса это посадочная полоса для самолетиков. Всегда приликают малюсенькие самолетики, которые ограниченное количество можно обместить. Таким, полоса короткая. А рядышком повсюду варьет. Желаем часть там, где зеленая. Зеленые посадки там уже находится на самом городе. Это с вершины крана видно на долину реки имд. Ее очень плохо видно. Я сама ее тут сейчас и найду, но где-то она вот за краном, справа, где-то по центру. Имд очень фундукий. А горы все равно поражают. А что самое смешное, варяки у них вот слева видите серпантин. Варяки постоянно потопивают какие-то дорожки, и камушками выкладывают индианами на склонах. Зачем это? Непонятно. Может быть для шпионов, чтобы шпионы знали, что аромателлисты. Это стул Пашанти. Она очень высокая, очень большая. И если вы в гугле забьете лех, то на первой же картинке будет она. О ней, например, вы можете судить сравнив фигурки людей. Обычно стул она намного большая, а эта трехмярусная. И дальше вдоль верхних изображения лунды. И другими. из нее шикарные губерногоры. Еще немножко погулять в поле. Мы с Димой решили ехать на озеро, которое гранируется из Китая. Это озеро 150 км. И они ведут через перевал 5360 метров. Перевал будет, если не ошибаюсь, в чем была. По пути мы проезжаем также на гостри. и в этом мы на обратном пути зашли и погуляем. Очень красивые ступы. Это наш первый игрок. Ему здесь на самом деле очень жарко, потому что у него дивная шерсть и на самом деле это высоковольное животное, и мы будем забрать тысячу на четыре. это очередной раузайн где тех, кто гоняет. Все они сказали за тысячу по по пути на озеро мы поехали еще в одно село где в соседнем монастыре проходил фестиваль. Фестиваль чел два дня. Его основной смысл заключается в том, что монахи в таких масках танцуют медленные танцы с очень знаком любом. Но для них она имеет большой смысл, потому что они верят, что после смерти душа все эти духи встречает, и чтобы ей не было страшно, она должна это пережить хорошо. И если жизнь встретит их, знакомиться, и пойдет на эту информацию. А эти мальчики мозгов гоняли на время вступление, со всех не дали деньги, а пока они сбивают, их и они немножко оборачиваются на одной ноге, слухая, очень медленно. гонок. Конечно, мы можем с магнитальной сопровождения, вцепройных барабанов. Таким образом, вот эти круги не давали поразительные звуки, и они будут писать словами, их нужно только слышать. Очень глубокие и впечатляет и еще Также мы были на индустрию, когда фестиваль закончился в первый день, и это первое изображение окрации, это город в китайском телезе, в котором находится главный монастырь Макар-Ламы, в котором раньше жил Дады-Лама. В 1959 году ему пришлось сбежать из Китая, а в Индии мы сейчас живем. Это второй день фестиваля, и все привлекали бабушки. У бабушек они сами все очень интересные, у них интересные одежды, а они попадаются как-то завязывают косички. Все косички, они всегда любят косички, но обязательно их потом сплетут вместе. У кого-то носики, детенки и рикоросинки, они выклетают ниточками. Вот как у бабушки справа, она, видать, оказалась очень ментая. Нужно было думать. И дальше мы продолжаем наш путь в озеро. Нам стоит управлять километр от гора, помимо того, что мы на проюте. Перекалку. Это, собственно, серпантин. Каждый день занимает километра два, иногда даже больше. Поэтому за 30 километров мы набрали на второй километре. Туда нам по пути встречается с тюркой обогревшей надписи. Очень красивый динозавр. Город из Дена Зоцвета, нигде не отознаешься. Везде что-то отличается, что-то новое, новое цвет. Когда проектируется вода, это все приобретает конструкцию. Хочется стоять и проектировать просто часами. И когда мы приехали на озеро, это используется самым озером. Мне кажется, фотография тоже нужна, что в проекте учения работа в Стреола, но еще будет лично. Озеро потрясающей красоты, оно длиной от километров, не помню точно, может быть раскол. Мы здесь в проекте 35. Весь следующий день, мы нашли местный ночевание, весь следующий день, когда они живете, нам заждают с видами, фотографируем их, а собственно эти фотки, которые имели на порядок. Перед перевалом, как вышло, что у нас была ночевка без палатки на высоте 4850. Мы палатку воздавили в городе Я, потому что рассчитывали, что мы будем посещаться везде селения, и мы сможем переночевать абсолютно спокойно. Кстати, это не проблема для людей. Мы вообще, когда поездки поняли, что палату набрали взгляд, и спальники, может быть, мы набрали взгляд, все будет тяжелое. Но вот этот перевал, последние дни селения, мы оказались в городской части, где нам разрешили только приготовить есть, приготовить чай, и потом попросили удалиться. Мы прошли километром вверх, нашли деток с арфантином с отличной площадкой, решили, что это как раз наша удача, и решили там ночевать. Но справа от нас очень резкий обрыв вверх, слева от нас резкий спон, каменистый, немножко темно, но с виду все было хорошо, все было надежно. Это уже фотография утром, я в спальнике попросила тебя обязательно это започтить. А нам вперед, наперед, еще пол-колометра нажимать. Очень много родственников встречали, все, конечно же, нам оказывали, что мы очень молодцы, очень крутые, а сами мы, разговарившись, решили, что мы уже на этом спе, это больше не поедем, никогда, больше не поедем. Потому что Индия очень крутая, и для его спидестатка это крайне тяжело. При здоровье, при пьехах, жару, какие-то глупые, когда только нечто же. А это самый привал. На нем есть такое шкей, а также есть отделение бояк с мертвозом, и маленькая какая-то, где наливаем, бесплатный чай. При этом, если чай бесплатный, а в том, что чай стоит, в том числе, 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 чтобы его расплачивались, чтобы не было. Почему? Все. И дальше привал мы пытаемся к пользователю, а это уже, как-то, куда-нибудь вывезло. Поганим для разного цвета. Где ладонная, где ладонная, где ладонная, это чистейшая, раздачная и мучая соляная. В этом центре я не уважаю, но увижусь с аном, друзей, в основе я. Какими путешествуют, на этой земле? На этой земле они, где я делюсь, а на этой Африи. А за путешествия в Азии, они послали наряда проверить, а где нужны эти земли. Они, конечно, их зло, в которых есть, абсолютно все, и их не очень комфортно. За всю поверхность у нас встретили есть раз шесть. На первый раз мы встретились пунктивно наш первый деревянный перевал, еще в долине Занста. И первым делом, я ехала немножко впереди, девушка немножко сзади. И когда они остановились, меня смутило то, что вы тут бываете правильные. И первым делом, когда они пришли, меня спросили, вам что-нибудь вкусно? Ну да, ну сколько ведь ее нужно? Я так смеяла, когда не было себя порядка на стене, я здесь не знаю, но попросила их внимание, и невероятность помочь. Это для девочек, да? Да, это было для девочек. А это для мальчика, которые они такие. И опять меня всегда была, они такие, они там, есть детство. и они там, они там, И если например, будет, и ко мне нужно было так, что там не пиар, с отражением они взрывают глаз. Мы с Денкой очень многие фотографии. Я очень счастлива, что сейчас нет пункта на карьере, потому что вход в эти пункты он как-то лучше. Афтографируйте по обратной камне. Но ездили на это место, значит, очень вискали, потому что в принципе неизначально менялся, а она прибыла поработать вращаться. Покупали. Лиска очень холодная, она такая зрачная, такая свежая. Но мы забыли пасаться кремом, и после этого наступали за два часа сгорели. По пути назад увидели, что уже имеются пейзажи, настолько быстро все. Там уже ли одесса была вода, и здесь, на встрече, в несколько метров, решили сокращать людей в Киево. Очередуя Олл Сайд, и мы еще обновили, что с какого-то норма. Дом Деканда Гамма, он задается вам. Здесь у нас ночевка, и справа, может быть, видно, там все хватит на перевалку. Ну, собственно, он уже под самым перевалом, на него 7 километров. Начинаем на высоте 5 тысяч. Их хватит. А это, ну, монастырь и бабочка. Мы же пошли погулять, там с вами все привлекает своим контрастом. Казалось бы, как-то просто. Какая-то красная краска, вот у нас с вами глины, может, не... И, ну, не здесь. Малютинка, кошки. А когда завернулись в город Лев, то нам сообщили, что в ближайшие июнии должно проходить публичное лечение одной лавы. И нам предложили, обязательно сказалось, есть эти послушатели. Первый день проходил только для Монавр. А следующие четыре дня уже были посещать абсолютно все люди, для которых заранее приготовили одну пише в поле. Справа, за деревом, само это самое положение, так называемое, урона, на котором еще ел голова. И самое смешное, что его храняли мужики с палками. Фотография не резкая. Очень хорошая фотография должна быть с Индиной Черкасского. Потому что с их техникой, они возле абсолютно спокойностей, копит его голосом. Поэтому мы будем их ждать. Мы теперь в секторе для иностранцев. Просто все иностранцы, очень приятно, что их посадили поближе. И, да, мама начинала... Я не могу почему... Была на сладарском языке или на немецком. Синдром прошел перевод на английский. То есть в этой зоне стояли шесть талонов, направленные в центр. И с ним они успокоили послушать английскую речь. Но вероятность и законный перевод все-таки... Его последствием стало то, что изюминку речи «Галая лава» мы и миларию. Поэтому мы решили, что в следующий раз мы просто будем читать. А так приятно мы будем смотреть. Не более. Очередной монастырь с разваливанием замка, в котором когда-то жили короли. Которые построили вот эту ступу. Хотели выразить свое величие. И вертушку ступу вылили полностью из золота. Вообще полностью. Везде вешают плашки с молитвами. Это крюсо жизни. Которые откусывают все этапы жизни человеческой. А это в каждом паре есть специальная комната у нас. Но все одной тары. Тары, если я не ошибаюсь, это женское превоплощение в музей. Очередной монастырь. Самый богатый, самый большой. Самый богатый, вероятно, потому что там самый дорогой вход. И если в обычной монастыре с нами брали 30 центов, то есть дети поскольку. Ну а потом удачно сходили в музей. И дальше мы отправляемся на монастырь монолит. И все туристы говорят и пишут производители, что это самая красивая дорога в мире. Потому что она вознаградная. Те фотографии, которые были из последних, там широкие долины, широкие зеленые. Отлично, это не было. Не спотно видно было. В общем, широкие зеленые, открытые, красивые. И дальше мы движаем в камен. И дальше у нас клиент меняется на стойку часто. Здесь у нас переборают уже какие-нибудь зеленые, бурые скалы. Камен сужается красными руками. Дальше снова расширяется, меняется погода, меняется освещение, цвета играют с нами постоянно, скалы, они то плоские, то какие-то, то какие, слоеные. Нам еще повезло, что мы с Дикой совершенно случайно встретим Барышей, которая написала наш гайдер. Пока посидели в одном из гайдерсов и вели чай, к нам приходит мужчина и говорит, а не знаю Барыш, но она будет учиться через полчасика. Мы такие, как, каким образом? И мы говорим, да, тут Барышевская группа на велосипедах, они едут из монолинга и она с ними тоже как сопровождение. И мы потом так прикинули, что, скорее всего, ее пригласили специально, на правных целях, не более того, при этом, конечно, обеспечив ей бесплатный проезд. Но Димка была очень счастлива, что мы ее встретили, мы попросили у нее автограф и фотографировались с ней. Девушка замечательная, она очень много катается на велосипеде, у нее, нам понравилась задняя автурка, все звездочки и все системы переключения скоростей находятся в самой клубе. Ну, мы хотят его ее, и мы. На следующий день посоветую Димку Черкасову, нам решили на следующий перевал взять машину. Потому что очень крутой набор забирает силы, а спускы неприятные, потому что дорога пыльная, движение активное, и ребята рассказывают, что, когда едешь по такой дороге, тебя обвиняет какая-то фурра, ты вообще ничего не увидишь. Не в очень практике, в детстве, что дышать невозможно. Поэтому после шатых мы решили стописно. Ночь до этого с нами ночевали китайцы, трое китайцев и трое испанцев. Они уже уехали вперед, а мы рассмирялись, они уже в нашей улице, когда кто-то у нас отнесется. И нас отвезли вояки. Единственные люди, которые согласились у нас поблагодарить, это военные, которые друзей у нас цели в кузов, всю дорогу пытались нас напарить, напарить, накурить и разъехать. Эта фотография, вся дорога очень приятная, она как раз в процессе этого строительства, покрытия, аспальня. Замена сама по себе случая была, ну, собственно, по этой фотографии, что она все-таки причем не примечательная. И мы очень обрадовались, что взяли машину. Там же военные с нас не хотели бы давать денег. И в какой-то момент мы сказали, ну, все, ребята, вам пора. Мы подумали, что у Ирдаряна здесь на руководительская часть, ну, нельзя так заложить. Но потом, увидев это, мы поняли, что они просто хотели показать местное чудо. Дело в том, что сама долина широченная и плоская. И когда мы увидели этот глубокий коньок с такой широкой разлиной рекой и с такими камерными двояниями, мы обалделили. Мы целый час просто стояли, пока с обадной стороны нас не начало нагонять дождь. Мы фотографировали их, фотографировали. Только, кстати, на меня уже краски, два освещения сзади, мы нагоняем дождь. Это одно и то же место, просто выглядело, что мы с вами подозреваем. Для того, что у Ирдаряна очень сильная идея, она вообще не хочет самоходить, потому что здесь достаточно красиво. Ну, немножко проявлено, все-таки мы решили, что просто встать в дождь гремя и увидели не менее потрясающую картину, продолжение на нем. Он, конечно, совсем другой, но речь такая же, но дальше гремя поменяется и не менее красиво. Но тут нас случайно нагнало штук тридцать курсов. Часть курс продавайте, часть курсов, часть курсов с вояками. Мы, естественно, решили попустить, не ехать в параллельности, у них вообще было слишком много. И все мы ехали на близлежащую военную базу. Переночевали в городке и дальше летали. Ехали дальше. Очередной вокзалин очень приятный. Тоже, как она уже напомнила, я здесь все из моих игровых. А здесь нам рекламировали, что будет арт от прирожного происхождения, но судя по ее правильной форме, мы в этом не могли. И нас еще поразили паркингусов, скорее, отзывая на этой дороге. По которым еще и можно разведываться. Середной привал. Вперед. Тут почти все привалы, эти тысячи лет. Здесь спуск, и через 4 километра сразу тоже привал. Это, точнее, даже не привал, но здесь просто никак нельзя было иначе построить дорогу. Поэтому пришлось вот такими звуками емать. Зеленая травка радует. И мы подъезжаем уже к соседней долине, наблюдая на противоположном берегу таких же пантинные дорожки. И мы себе не могли присоединить. Которые мы можем ходить? Кто-то же их сделал, но на них очень страшно. А это местное здравоохранение. Это Годолуц, 21 петля. Требом сбрасываешь 400 метров. А подлиннее, это занимает 10 километров. Может закружиться голова. Но там было очень классно кататься. Дорога в хорошем состоянии. На сферу, конечно, в сферу я гуляю, но мы часто останавливались, чтобы фотографировать. И опять новые переливы. Везде видимо что-то радовало, что-то было. Оказывается, в Индии не закончилось испытывание. Вероятно, потому что они достигнуты, что военное положение. И мы можем идти с Казахстаном, не постынаем. На последний перевал мы не уезжали из дождя. Но для верхней еще ландовой ситуации было совсем спривотно. Потому что белая была, ничего не видно. Крутые обрывы, фуры, их вообще не слышно. И не видно, и не слышно. Поэтому уже было это недельно открывать. Но на слове было холодно, что пальцы, руки, ноги замерзли. И когда мы спустились в ближайшее сло, мы очень долго отогревались. Так что опять фотография не в порядке, но вот тоже такие долины у нас дырели. А мы сейчас уже долин. А здесь начались уже другие, которые тоже невероятные базары. Она может за 5 недель, немножечко все-таки устраиваешь. Там не я, пускай, один, и не хочется какой-то денег. А тут абсолютно все зеленое. Везде денег, везде. Ёлки, сосны, трава, пусты, бонопады. Это знак специально для строителей дорог. Прогласим. When you go home, tell them of us. For that tomorrow, we wait, all the day. Там уже выезжаем с района. Здесь уже поступает внушка. А это специально статографировало то, как происходит ремонт, при этом работа на дорогах. Заводит очень много людей. Причем здесь пока еще совсем немного. Они сидят и маленькими полоточками большие карли разбивают маленькие. И они складывают такими ручками. Что они с ними в таком делали? Не понятно. Но все это действовано. И бывает так же, что приводят маленьких детей. Когда их мне на кого расставить, они себе тоже рядышком заиграли. Пока женщины сидят и лоточки разбивают. Все, а наша самая сложная часть закончилась. Мы посыпаем, мы посыпаем, мы посыпаем, мы посыпаем, мы посыпаем, мы посыпаем, мы еще и с шикарными людьми. Последние три года мы проезжали на машине, опять же посоветуем те руки все так и самое. Потому что здесь, вот конкретно в этом месте грязь по коленам. Со своих велосипедов я не смогла проехать, а вообще все время в себе я тоже не смогла. Здесь сразу же катаются коммерческие группы, за которыми ездит машинное сопровождение. Поэтому они ездят без наказа, без ноги, 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 без ноги. Все, все, все. Но все, которые мы встречали, которые спускались со дворец, они были такие грязные, с ног заберутые, но счастливые. Постояли немножко в пробке. Это самый, для этого, чтобы найти его. Из-за такого качества дорог здесь очень сложно подъехать. Поэтому самая длинная пробка, он буквально в неделю на столе, продлилась в шахте, что у меня. Так что эти пробки уже живут. Но к нам в проекте, в самом деле, главный начался сказочный спутник. Обереги крат, обереги тени, обереги рамы. Все машины застали наверху и стоят там, лишь поодиночно обгоняем нас. Поэтому мы абсолютно спокойно ездим к серпантинам, тьмаме, все эти мастер-кратарецам. И закончили выпечатленные путешествия в городе Монолин. В этом мы тоже погуляли, и его отличием было то, что когда ты смотришь вперед, ты видишь на горизонт, а ты видишь белую-зеленую стену. Но, собственно, здесь тоже. Если бы не было тумана, ты видишь, что на противоположном склоне очень много зелени. Чтобы увидеть небо, нужно затирать полуэтом вверх. Все на ноле окружено шикарно по высоким экранам. А также в нем посетили наш последний и тибетский мастер. И уехали от этого отмечения. Все. Хорошо. Надо переварить информацию. Вам понравилось или нет? Очень. Больше на велосипедах не поедут. Да. Не, очень тяжело. Потому что было одно место, где мы ночевали рядышком со стадом коров. Когда на перевала спустились затем нам, я рассказывала. И нас угодяли в фуры. Было очень страшно на поворотах. Ехали, ели, ели. И единственное место, которое мы нашли достойным ночевки, был какой-то тибетский недостроенный домик с большим стадом коров. Но поразило то, что они настолько истоптали землю, что она превратилась в пыль. Ты делаешь шаг, а она разлетается в стороны. И ты всем этим дышишь. Мы переночевали в палатке. И когда собирали рюкзаки, у нас было в пыли абсолютно все. Все, 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 все. И это гадка. А когда это случается несколько дней подряд, это манфли накапливается. Это уже усталость. Помыться особо негде. Насчет велодорожек мы не будем спрашивать. Велодорожек, конечно, нет. Но там, где есть асфальт, он шикарный. Асфальт они кладут намного лучше. А вся дорога, там подвижение такое конкретное? Не, не все. Вот по долине Зонскар, там, где бездорожек, там очень редко проиграли машины. То есть не понравилось именно пыль и кубик, да? А сфальт как-то тоже особо напрягает. Ну, то есть в основном пыль, да? Да, да. В основном всем этим занимался Дима. Он давно хотел в эту область, попасть в этот регион. Поэтому он тщательно готовился. И ему только нужен был на партик. Примерно пять в день, да? Да. Ну, а из них на велосипедах мы провели... Не все пять, конечно. Потому что мы и вначале немножко гуляли по городам. И в процессе тоже. Поэтому велосипед не каждый день. От этого тоже устаешь. Ну, в любом случае, я устаешь. Хотелось бы просто погулять, посидеть где-то, почитать книжки. Спасибо. Все, тогда у нас. Да, по-настоящему не вычерк, я буду говорить на телефон просто. Здравствуйте. Дри друзья. Наша команда называется Клаучер. Мы сочувствуем уже два года. Мы играем полк, этно-музику. Питишёстер с концертами. По разным геохранительствам, странам в Украине. Были в Украине, Франции, Турции, Турции и Рыбако. В общем, везде ездим, мы тоже путешествуем, тоже имеем набор подряд, который можно поделиться с нами. Основное, что мы делаем, буквально недавно, в воскресенье, у нас был один из последних, крайних концертов, на последние полгода, так как полк в нашей группе отъезжается в Индии. Собственно, один человек уже выехал, был разрушен путешествий на полгода, как и так на прошлое. И ребята, которые у нас осознанно лежат через течение месяца, вынесли. И надеюсь, что мы там с ними не встретимся, мы сделаем тоже такой красавчик, так что. Кому будет интересно, подкажите с каждой координатой, с каждой геной послушать можно будет. Нам было очень приятно сейчас здесь находиться и ощутить еще раз атмосферу путешествий в вашу аренду, Аню, так как наша подружка, мы знаем, где она была в вас, когда была. Надеюсь, мы в последний раз, на нас все было. Спасибо. Спасибо, что вы пришли. Спасибо.